всем привет рада новой встрече с вами решила сделать это видео накнувшись на одно видео всем известно или не всем известно не знаю смотрите вы ее или нет девушка ольга и луна 24 love значит видео встретилась мне в рекомендованных видео когда я зашла к себе на канал видео называется как путешествия меняют меня ну что-то в этом роде значит когда я увидела это название я принципиально даже не стала смотреть видео у меня тут же возникла идея записать свое видео на эту тему почему почему потому что увидев это название я действительно себя поймала на мысли что в связи с тем что я путешествовала долгое время и очень очень активно это послужило переменам меня самой в моей жизни и также связи с тем что от вас поступало очень много запросов по поводу чтобы я рассказала вам о своем опыте личностного роста как себя развивается и так далее я все это вместе сложила и сейчас делаю выводы также вместе с вами значит многие считают что личностный рост зависит от количества перечитанных книг от качества перечитанных книг от законченных вузов и так далее в общем от обучая от образования и также от посещаемости косметолога спа стилиста визажиста в общем вот такие вот разные какие-то внешние вмешательства служат для развития личностного роста ним простите немного сложно уже говорю потому что я видео давно записывала последний раз и мне действительно сложно говорить на русском потому что сами понимаете и я буду искать слова все-таки буду пытаться объяснить что и как в этой сфере могу сказать так что конечно количество книг при нее вообще чтение книг она играет большую роль в жизни человека но никто в принципе не давал никакого определения понятию личностный рост до сегодняшнего дня и я думаю далее это в принципе никому не будет известно потому что по сути своей личностный рост он у каждого свой каждый по-своему как-то развивается либо деградирует да это другая тема как-то развивается и используя какие-то свои методы то есть могу сказать так что основываясь именно на каких-то собственных выводах нас вот на собственных раздумьях идет личностный рост человека но никаким образом не внешние факторы не косметологи не спа не физкультура не книги в общем не влияют на развитие личностного роста только лишь как вспомогательные какие-то моменты но если человек не обдумывает это все не наблюдает за этими факторами именно наверное правильное слово будет не наблюдает то есть человек он наблюдатель если он не наблюдает если он не замечает если он не ловит то он также как некоторые мои читатели некоторые зрители просто промахивается он читает но он не понимает что он читает он смотрит но он не понимает что он видит он слышит но он не услышал есть часть людей которая живет именно вот так и это большой минус и можно видеть где они находятся после, потому что они начинают писать свои выводы и вообще не туда абсолютно, потому что они не наблюдают, они не видят, не понимают судьи. Путешествия. Я начала путешествовать очень-очень активно два года назад со своим будущим мужем, и также это было несколько связано с работой, с моей работой. Многие там думают, что это как-то с его работой связано. В общем, путешествовали много и Европа, и Азия, и очень интересно мы комбинировали. То есть, получалось так, что три месяца мы жили в Азии, и после такого проживания в жаркой трофической стране мы перемещались обратно в Европу. Это, конечно, очень накладывает такой отпечаток на твое существование, потому что, во-первых, из всего, из всех полезных факторов путешествий, наверное, самый главный фактор, это твоя изолированность от твоего бывшего общества. То есть, человек с 20 до 30 лет в принципе допускает массу ошибок, я считаю. Он еще не столько опытен, да, он активен, он тут весь цветет и горит, и в общем, кровь с молоком. Естественно, он в принципе открыт, он коммуникабелен, и естественно, он не задумывается особо о тех людях, которые его окружают. Он общается со всеми, кто встретился на его пути каким-то образом, его там судьба свела, и так далее. Я, вспоминая свое общество в этот промежуток времени, не могу отметить, что 100% людей в нем были совершенно настоящих друзей, которые внесли какую-то пользу в мою жизнь, если не наоборот. Но, опять же, они были, потому что это тоже какой-то опыт, это какое-то учение. Но путешествие тебя, хочешь ты того или нет, изолирует от этого общество. Далее с тобой остаются только те люди, даже если ты не будешь с ними общаться, если ты по какой-то причине далеко, если у тебя нет контакта с ними, эти люди все равно будут с тобой, если они посланы Богом, если они посланы жизнью. А жизнь так устроена, когда она видит, что ты развиваешься, когда ты идешь в правильном направлении, ты поднимаешься вверх, жизнь с тобой оставляет только нужных тебе людей. Естественно, иногда жизнь нас проверяет. Но это уже какие-то другие факторы на это влияют. Это может быть карма, то есть когда-то там где-то либо твои родители грешили, либо ты, естественно, должен отработать, жизнь начинает, даже если ты растешь, если жизнь видит, что ты растешь, жизнь начинает тебе посылать каких-то неправильных людей. Естественно, проверяет. Но тут ты уже в состоянии разобраться сам, если ты задался целью развиваться. Значит, изолированность – это первое. Остаются только лучшие с тобой. Это важно. Это важно. Ты путешествуешь, ты вроде бы встречаешь каких-то новых людей, но это все очень… Они не постоянные люди, они не будут участвовать в твоей жизни, они никак не смогут тебе ни навредить, ни принести пользу. Пользу, кстати говоря, наоборот, они могут принести, потому что ты уже их узнаешь, ты уже видишь новый мир, ты уже видишь новую культуру, ты ощущаешь другую энергию. Таким образом ты развиваешься, ты вот просто насыщаешь себя какими-то маленькими моментами мелкими со всего мира. Путешествие – это мир, путешествие – это жизнь, путешествие – это другие люди, это другая история, это другая пища, это другие слова, это другой взгляд, другая улыбка, в целом это другая энергетика. Путешествовать очень и очень важно. То есть путешествия тебя создают. Ты становишься практически на путь буддийского учения. Я не увлекаюсь буддизмом, я не особо что-то знаю о медитациях, я знаю йогу, я занимаюсь йогой, но вот так вот, чтобы прям глубоко во все эти учения я не погружалась никогда. Но я знаю точно, что буддийское учение подразумевает наблюдать. Наблюдающий человек знает больше, чем тот, который будет нарывать что-то где-то, просто будет в себя пихать какую-то информацию, забивать себя ей, но так ее не осознав и не переработав. Человек, который наблюдает, он может в 10 раз меньше прочитать, но он будет знать больше информации, чем противоположный человек. Именно в этот момент, когда я стала путешествовать, я начала снимать эти видео. Это было просто как хобби, как увлечение к основной работе. Но вдруг я начала вкладывать столько энергии, такую мощную энергию запустила в этот свой проект, что я его просто действительно перевернула в нечто профессиональное. И мне хотелось, мне хотелось делиться с миром, мне хотелось делиться с людьми. Кто понимал, тот понимал. Хорошо, кто не понимал, о чем я говорю. Ну, значит, и не нужно. Оно того, не стоит. И все в жизни вот как-то вот так сбалансировано, сложено. То есть, видимо, своей энергией я еще внесла некую пользу для окружающих и вообще в этот мир. Что и являлось, собственно, моей целью. Ни в коем случае не разрушение, ни что-то такое, что уходит в минус. Я стремилась к плюсу, и я его достигла. Вот, кстати, еще о разрушениях и о минусах. Самым важным, также одним из важных моментов в личностном росте является позитив и вообще положительный настрой и добро. Могу сразу сказать, что я встречаюсь с негативом. То есть, это люди, которые что-то недопонимают. Опять же, те, которые не умеют ни слышать, ни видеть, не понимают, что они видят. Они делают какие-то свои выводы, основываясь на собственных каких-то комплексах, на собственных страхах и боязни, и что-то где-то там пишут, естественно, это читаешь. Но, как я уже сказала, что это уже просто переросло в некие такие скомарохов. То есть, это смешно читать этих людей. Я их оставляю, я уже понимаю, что они просто работают на меня. Такой негатив, он уже перерастает в какой-то анекдот, который можно приятно прийти и уже почитать и посмеяться. Вот, и я решила таких людей оставлять, и там ничего с ним не делать, не удалять, не блокировать. Но вот недавно заметила тенденцию, что к таким людям стали присоединяться, так сказать, единомышленники, антимышленники. И, допустим, я согласна, я поддерживаю, там что-то такое. О чем идет речь? О том, что нужно стараться в своем окружении не допускать появления гнилых яблок. Потому что в корзине со здоровыми яблоками находится гнилое яблоко, и гниль очень-очень быстро распространяется по всем остальным здоровым яблокам. Поэтому также в своем обществе нужно не допускать появления гнили. Ее нужно, в общем-то, сразу оставлять там, где ее место, в мусорный ящик, дабы остальные люди не заразились. Как они там говорят, страшная, ленивая, бездарная. И вот им там просто так на голову падает. А мне тут красавицы добрые и позитивные. Как ни стремись, как ни рви, ничего не приходит. Естественно, никогда ничего к вам и не придет, потому что ваша программа уже запущена изначально. Негатив, запущенный изначально, уже программирует вас на то, что как бы вы там уже потом даже не захотели сильно поменяться. Даже если вы будете позже осознать и начнете творить добро, вам придется отработать очень-очень много своих плохих грехов, скажем так. Это карма, это уже определенная карма, и даже человек не может их отработать уже сам. Уже это перекладывается на поколение. Самое любимое время года весна. Я надеюсь, меня видно, потому что, кстати, уже луна появилась на небе. Далее, далее. Вот уже зацветает лаванда. Лаванду покажу как-нибудь днем. Это безумное красивое растение. Также очень ароматное, очень такое парфюмированное. То есть в воздухе в Италии, летом очень стоит такой насыщенный аромат лаванды, прям парфюм. Вот это вот самое главное место. Наверное, при ходе розы кремовые, розы айсберг. Здесь я уже их подрезала, но вот новенькие уже растут. Такие вот малыши есть. Вот, видите как. Что посеешь, то и пожнешь. Это то, о чем я всегда говорю. Посеешь какао, вырастет какао. Посеешь розы, вырастут розы. Выбирайте. Человек, который запускает программу положительного, создавать и созидать, он добьется цели и получит то, к чему он стремится, то, что он любит и то, о чем он мечтает. Не переставайте мечтать, не останавливайтесь на достигнутом, как бы вам какие препятствия не мешали. Это учеба, это лестница, которую нужно пройти обязательно. Кому-то раньше, кому-то позже придет то, о чем он мечтает. Но это будет, если вы этого очень сильно хотите. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока.